Я последний раз вспоминал, ну когда же я был последний раз в вашем молитвенном доме? Вспомнил, что я был еще в другом теле. Вот, тогда я радовался вашей кафедре, она такая меня могла обнять. Просто, если кто-то просто помнит, может быть, я был раньше 348 паунтов. А сейчас Бог позволил мне похудеть, и я очень счастлив. А рецепт нашел я в Библии. Если что, после собрания подходите, расскажу. Хорошо. Итак, братья и сестры, я очень благодарен Богу за ту возможность, которую имею сегодня вместе с вами. Поделиться и порадоваться слову. Слово – это все. Это то, что меняет жизнь. Это то, что изменило мою жизнь. Это то, чем я наслаждаюсь каждый день. Это инструкция моей жизни. Когда мой отец умирал, отец был коммунистом, и он сказал, а он оказался правей. Почему я оказался правей? Потому что я выбрал идти за Господом. А только потому, что я свою жизнь построил под этой инструкцией. Вы знаете, вообще мы инструкции сильно не любим, братья и сестры. Я как-то был в магазине IKEA и купил небольшой шкафчик для книжечек. Пришел домой, да такой шкафчик такой простой, ну что там шкафчик? А такая инструкция большая. Я когда ее открыл, так посмотрел, думаю, ну какой славянин с инструкцией собирает? Я ее в сторону и давай собирать. Ну там что там, две доски так, да так и все. Но я вас приглашаю к себе домой в гости, посмотреть на мой шкаф. Потому как я его собрал совсем не так. Иногда, когда я смотрю на жизни людей, я тоже думаю, что многие бросают инструкцию в сторону. И свою жизнь строят, ну что я не могу построить жизнь. И строят ее так, что иногда бывает печально, горько и обидно. Вы знаете, я вообще очень люблю Слово Божие, но замечаю, что приблизительно 90%. Я это не просто так говорю, потому что исследовал этот вопрос. Я делал анкетирование, я как бы спрашивал один на один. И приблизительно 90%, которые ходят в церковь, Библию не читают. Поэтому сегодня очень много трагедии, очень много переживаний. Я мечтаю, чтобы у вас было, ну хотя бы как у меня. Я счастливый человек. Просто, не знаете, ничего особенного нет. Просто читаю. Я понимаю, я ошибаюсь тоже. Но мне так нравится мою жизнь построить по Слову Божию. Это инструкция самого Господа. Я сегодня замечаю за многими людьми, я вам покажу вот эту Библию. Возможно, вы ее видели. Но мне просто очень она интересна тем, что когда я спрашиваю, ну пойдем почитаем Слово Божие, или почему ты не читаешь Слово Божие? Они говорят, ты знаешь, а что там особенного ты найдешь? Ну то же самое, одно и то же. Знаете, говорит, да я вообще читаю, я ничего там не понимаю. И вот я когда листаю эту Библию, показываю, вот вроде написана Библия. Начинаешь ее листать, а там простые пустые листы. Ничего там нет, вот посмотрите. Пустые листы. Люди читают, ничего не могут найти. Вот так вот читаешь, простые листы. Вы знаете, а некоторые читают и говорят, ты знаешь, все-таки Библия, ну там есть что-то. Это такая историческая книга. Там есть какие-то цифры, там есть нолик такой, который поделил эпоху напополам, до нашей эры и нашей эры. Есть многое, и все это описано в Библии. И говорит, ну да, это историческая книга. И начинают ее листать, и вдруг она преображается и становится простой вот такой вот черно-белой книжечкой. Просто историческая. Вот так вот листаешь, и она та же самая, но уже получается такая. Но когда я ее соприкоснулся в своей жизни, вы знаете, она у меня просто расцвела. Она расцвела, потому что, я не знаю, это такой сок. Я даже мечтаю, не знаю, с чем бы его сравнить этот сок. Думаю, как же, хотел даже придумать какой-то фрукт, думаю, вот чтобы так вот взять и всем рассказать, как укусил его. А он такой вкусный, такой сочный. Знаете, не нашел. Ну, был в поисках постоянно. Как-то попал я к одним домой в гости после собрания. Они накрыли такой стол. А вы знаете, я сейчас не все кушаю. И когда я посмотрел, там нету ничего того, что я кушаю. А кушаю я в основном мясо. Я не знаю, ну как-то у них не было. Вы знаете, думаю, в Америке мяса нету, понимаете. Я говорю, извиняюсь, я говорю, я вот это не могу есть. А им так неудобно. Сразу в холодильник открывают все. А говорит, рыбу кушать будешь? Я говорю, ну буду. А говорит, рыбы нету. Говорит, икра есть. Я говорю, ну хорошо, буду икру. И тогда он сразу достает икру, намазывает на хлеб. Я говорю, подожди, я и хлеб не ем. Вы понимаете. И потом она так растерялась. А в одной руке держит этот хлеб, вернее, держит эту икру, а в другой ложку. Ну, на, говорит, тогда ешь икру ложкой. Вы знаете. И когда я ее начал кушать, эту икру, вы знаете, есть икра разная. Есть икра такая, вот знаете, кто ее приготовляет, такой как-то или переваривает, она такая, вы знаете, вот слегка, вот знаете. А есть такая дебеленькая такая, каждая, отдельно такая, вот каждая икриночка. И когда я начал кушать ее, я смотрю, как она буквально, каждая икриночка просто лопается там, вот так вот. И так приятно, так вкусно внутри. И знаете, так расцветает, вот так вот, как эта Библия. Вдруг сразу взяла и расцвела, вот так, знаете. Я смотрю, расцвела. Я так мечтаю, чтобы у каждого в руках Библия просто расцвела, чтобы ее каждый читал. Для этого я хочу каждому из вас сегодня сделать подарочек. Я не знаю, подойдете вы, нет, я не буду ходить раздавать. Но кто подойдет, тому дам план чтения Библии на год. Вы знаете, ничего в нем особенного нет. Может быть, у вас есть свой план. Читайте, слава Богу. Но знаете, как-то однажды, вот один пастор имел, ну как бы, такую традицию ходить один раз в год каждую семью. Он так рассчитал, что на всех хватает. Каждый год в каждую семью приходил он. И всегда, знаете, какие-то общения, разговоры. И вот одна семья их просто так, вот знаете, встретила. Такая радость была, все. Они положили самое лучшее, что есть. Даже достали их неприкосновенный такой, знаете, у них был сервиз. Сервиз шикарный вместе с ложечками. Серебряные ложечки, покрытые золотом. Знаете, нижняя часть, где ложечка, с золотом. Ну так, все красиво. Все прошло хорошо, пастор ушел. Когда начали смотреть, одной ложки нету. К вам пастор ходит? Нет? По домам. Я просто так спрашиваю, знаете. И вот одной ложки нету. Знаете, мучил этот вопрос целый год. На следующий год пастор опять назначил к ним встречу. Опять приходит к ним. Вы знаете, ну тут они не выдержали. Жена ему говорит, хозяина, жена говорит. Вы знаете, брат пастор, вы меня простите, пожалуйста. Но случайно вы не забрали нашу ложку в прошлый раз? Он говорит, нет, я не забрал. Я просто, вы так сказали, что вы читаете Библию. Я просто взял одну ложечку, положил в вашу семейную Библию, которая лежала. Вот так, братья и сестры, знаете, у некоторых лежит, и люди не трогают ее. Но так хотелось бы, чтобы каждый из нас читал Слово Божие. Это то, что меняет нашу жизнь. Оно изменило мою жизнь. Каждый день меняет. Каждый день читаю и просто восхищаюсь им. Вот как-то читал в прошлом году, вы знаете, книгу-притчи. Это где-то сентябрь месяц был. И как раз был у нас один брат ко мне приехал в гости. Он из Портленда, церкви Портленда. Он там пастором, Константин Лиховодов. Приехал как-то. Ну и так, я утром хожу еще, все время спортом занимаюсь. И как раз только дождь прошел такой ночью. И вот он говорит, ну я тогда тоже пойду. Рано хожу, братья и сестры. Ну сэкономить время, знаете. Жизнь очень быстро летит. И так хочется хоть чуть-чуть, так знаете, пожить. Так вот, знаете, а не хватает времени. Поэтому я на час раньше стою, на час позже ложусь. Немножко время продвигаю, понимаете. И вот когда я читал притчи 12 глава, 10 стих, вот, меня что-то коснулося. Я прочитал, вот как-то, знаете, что-то вот зазвенело внутри. Знаете, как-то заиграло что-то внутри. И написано здесь, праведный печется о жизни скота своего. Сердце же нечестивых жестоко. И я думаю, ну как это? Что это? Так вот мы с братом Константином идем с ним на прогулки. Я ему что-то рассказываю, знаете, так объясняю. И так увлекся объяснением. Что смотрю, его нету рядом. Я раз поворачиваюсь назад, а он стоит на тротуаре, с кем-то разговаривает. И вниз смотрит. Я говорю, ты с кем там разговариваешь? И слышу, разговор до меня доходит. Говорит, ну что ж ты тут? Ну что, у тебя же мозгов нет. Ну что ты сюда вылез? Знаете, с кем разговаривает? С червяком, братья и сестры. Я думаю, ну что ты с ним разговариваешь? Я никогда в жизни подумал, что с червяком можно разговаривать. А он, понимаете, он ему объясняет. Смотри, сейчас солнышко взойдет. Солнышко припалит тебя, ты же погибнешь. И берет этого червяка. Я всегда думал, его только на крючок. А оказывается, он его берет, заботясь о нем, переносит на траву. Я тогда подумал, думаю, господи, как бы я хотел быть в такой церкви, где такой пастор, который даже, вы знаете, как вот написано, да, праведный печется о жизни скота своего, сердца же нечестивых жестоко. Я хотел бы быть в такой церкви, где пастор заботится, заботится об этом. Я так мечтаю об этом. Я очень рад и счастлив, что вот могу также поделиться с вами в продолжении этой мысли из книги пророка Амоса. Вы знаете, о том же, о таком же сердце. Я даже сердце с собой принес. Думаю, как бы сказать, вы знаете, сердце. У кого какое сердце? Я не знаю, вы уже видели свое сердце? Нет, какое оно у вас, жестокое или такое же, как вот в притчах написано. И читал вот книгу Амоса. Не всю книгу понимаю. Честно вам скажу, я как-то так пролистал и вот особого ничего так не находил здесь. Дошел до седьмой главы и здесь особенно мне как-то вот что-то коснулось меня. Это первые несколько стихов, которые я здесь читал. И вы знаете, читаю и здесь написано, знаете, вот у меня никогда в жизни не было того, что было у Амоса. Никогда в жизни не было. Вы знаете, он написан, такое введение открыл мне Господь, Бог. Вы знаете, я никогда, я не видел никакого введения. Я никогда не слышал голоса. У меня не было каких-то там, вот знаете, чего-то такого особенного, сверхъестественного. Никогда. Единственное все, что как Господь со мной разговаривает, через обстоятельства, через слово свое, через вот, через церковь, через проповеди. Ну вот так как-то со мной Бог разговаривает. С Амосом по-другому разговаривает. И написано, такое введение открыл мне Господь Бог. Вот, Он создал саранчу в начале произрастания травы. И это была трава после царского покоса. И было, когда она окончила есть траву на земле, и я сказал, Господи Боже, пощади, как устоит Иаков, Он очень мал. Когда я так прочитал это, сразу первое, что мне пришло на ум, порассуждать о чем, даже не про саранчу, братья и сестры. Я как-то ее в действии особо не так отдельно видел, а вот в особом таком масштабе никогда не видел. Ну, просто слышал, знаю, там, видео какие-то видел. Но мне понравилось, здесь написано, это была трава после царского покоса. Думаю, что за царский такой покос? Начал ковыряться в своей памяти о чем-то. И вдруг я вспомнил, было такое слово, знаете, говорит, вот царская охота. Вот человек пошел на охоту, вот как это объяснить царская охота? Ну, я не, ну, царскую рыбалку еще можно объяснить, да? Говорит, ну вот такую рыбу поймал. А когда, говорит, рыбаку связывают руку, как же он тогда будет показывать царскую рыбалку? Он тогда, говорит, вот с таким глазом, знаете. Вот, и знаете, вот это царская охота, царская, что такое царская еда, царское блюдо. В одном описании царя Нейрона, который тоже был любитель царской еды, у него было в его рационе одно блюдо. Я даже представляю, ну, как это думаю, вот как было. А у него было одно блюдо, которое описывается в истории. Соловьиные язычки. Представьте, сколько соловьев поймали, чтобы отрезать им язычки, чтобы потом одному нейрону взять, сварить ему одно какое-то такое блюдо. Говорят, оно пять тысяч стоит. А здесь вот именно около царского покоса, знаете, как раз вот прошло такое время, когда, ну, трава была такая серьезная. Вы знаете, я даже подумал, что мы с вами сами живем, как около царского покоса. Вы знаете, даже брат, вот, который сейчас рассказывает, говорит, у вас по-другому, как у нас. Так правильно. Мы же тут живем, как около царского покоса. Вы знаете, у нас доступность такая. Иногда бывает, открываешь холодильник, оттуда выпадывает, а слова так и звучат. Что покушать? Вы знаете, так как-то вот много всего, что не знаешь, что бы перебрать оттуда. Я даже скажу вам, знаете, братья и сестры, у нас есть магазин, о котором мечтают минимум. Пять миллиардов людей минимум о таком магазине мечтают. Я сейчас в нем одеваюсь, братья и сестры. После того, как похудел, знаете, так просто, так легко, я так рад, что я могу, имею доступ к такому магазину. Брат, у нас такой магазин есть, я вам покажу. Потом, знаете, этот магазин называется Гудвилл, братья и сестры. Вам может быть смешно, но я скажу, если бы сегодня часть этого магазина привезли туда, в Луганскую область, я думаю, что он был бы на расхват с теми ценами, которые у нас. Рубашка вот эту, которую я сейчас, она 2 доллара, братья и сестры, какая шикарная. Если посмотреть, какой у нее там это, мода у нее, с какой она там фирмы, так может быть, знаете, какие, ого. И вот знаете, при всем том, при царском покосе, вот брат говорит, он переживает за свою землю. Братья и сестры, а я переживаю за свою землю. Правильно он говорит, потому что, когда я читаю книгу пророка Еремии, 29 глава, здесь написано в 7 стихе. Смотрите. И заботьтесь, то есть заботу проявляйте о благосостоянии города, в который я переселил вас. И молитесь за него, Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир. Например, братья и сестры, когда брат рассказывал о том, сколько смертей, сколько всего страшно. Правда, братья и сестры? Правда, сердце разрывается, вот просто разрывается. Особенно, когда он говорит, спасибо вам. Он знает, что вы неоднократно помогали туда. Наверное, у вас сердце такое, как у праведного. Оно такое, знаете, оно такое заботливое. А мне сегодня стоят наши дети с вами, в той стране, в которой мы живем. Здесь, сколько наших детей сегодня гибнет. Я думаю, что гораздо больше, чем гибнет на какой-то войне. Сегодня, как грибы, растут репцентры. А мне как-то больно. Думаю, Господи, а кому нужна наша страна? Кому она нужна? Вот при этом царском покосе. Когда будет крик вот этот вот, я мечтаю, я долго ждал. Когда крик будет то, что сказал Амос, он говорит, Господи, Боже, пощади. Боже, я так хочу, чтобы ты пощадил нашу страну, в которой мы живем. Мы живем здесь. Наши дети живут здесь. Наши внуки, у меня уже шестеро внуков, они живут здесь. Теща моя и та здесь живет, братья и сестры. А я все-таки переживаю о том, что сегодня гибнет народ. Когда я сегодня говорю многим людям, давайте будем евангелизировать здесь, в Америке. Вы знаете, так трудно это дается. Как-то, знаете, привыкли, говорят, что вот то место, где написано, идите, проповедуйте Евангелие, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Вот, знаете, как бы такое чувство, что его как-то написали неправильно. Идите, проповедуйте, ну, все, ну, кроме тех, которые переехали в Америку. А что там здесь, нам же кому проповедовать? А марокканцы, они же все знают, у них все есть. Они же там столько церков на церкви. Кому тут проповедовать? А я скажу, что Бог не отменял заповедь свою и не отменял великое поручение о проповеди Евангелия здесь, в этой стране. За 20 лет жизни, которые я прожил в этой стране, я просто удивляюсь, какими гигантскими шагами страна, в которой мы с вами живем, идет вот так, деградирует вниз, когда сегодня гибнут наши дети, когда сегодня нам приходится объяснять на наших конференциях детям о таких низменностях, о которых говорят, только не лезьте туда. Когда дети вот пьют каждый раз, говорят, помогите, не могу. Понимаете, каждый день разговариваю с молодыми людьми, когда они открывают свои души, что там происходит, сколько семей сегодня разрушено, сколько слез, сколько сирот. Я знаю, сколько на Украине сирот. Я ездил туда, смотрел, я видел, я плакал вместе с ними, но я знаю, сколько здесь сегодня сирот, которых деградирует, сегодня уходит в сторону Слова Божия. И нету сегодня крика, амоса, понимаете, чтобы вот так кто-то закричал, Господи Божий, пощади! Я так мечтаю, чтобы у нас с вами здесь тоже проповедовалось Слово Божие. Сейчас я, одна из целей моего приезда сюда, вы знаете, наверное, слышали сейчас, приехал сюда в музей, который называется Bible Truck, история Библии, которая приехала, пришла от Синая до наших дней. Как дошла Библия для нас? Как она пришла? Вы знаете, многие удивляются, как это? А это как раз одна из целей проповеди Евангелия. Я так мечтаю, чтобы вторая славянская баптистская церковь города Сакрамента поучаствовала в проповеди Евангелия здесь. Вы знаете, когда я читаю Деяния святых апостолов, здесь в 19 главе, в 10 стихе написано так. Это продолжалось до двух лет. Так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и елены. Братья и сестры, что сегодня слышат о нас? Вот здесь те, которые живут вокруг нас. Они слышат проповедь Евангелия или что-то другое? Так я мечтаю, чтобы в той этой стране, в которой мы живем, она просто процветала, как когда-то в 19 веке, в 1800, это 19 век, правильно. В 19 веке, когда здесь, в Америке, был такой, знаете, хаос, много, каждый сам с собой занимался. Но вы знаете, когда мы создавали этот музей, я обратил внимание, что Библии, которые нам приносят старые, они в основном 1847 по 1890 год. В этот промежуток было издано огромное количество Библии. И в это время было великое пробуждение. Тогда церкви росли, как грибы. Тогда вот все, что мы видим в Америке, это вот, в принципе, было рожденное в то время. И это ничего другого не было, как просто распространяли Слово Божие. Я так радуюсь, когда-то Иван Рябошапка пришел к царю батюшке и сказал, царь-батюшка, давай напечатаем вот Библию. А он говорит, да я бы с удовольствием, но без патриарха не могу. Когда патриарха позвали, иди сюда. И он пришел, и его объявляют там святой такой-то, пресвятейший там его благородие. И он заходит. В разговоре Иван Рябошапка спрашивает, скажите, пожалуйста, а Бог вообще святой или нет? Он говорит, патриарх, конечно, святой. А как получилось, что когда вас представляли, ваша святость вот на столечко выше святости самого Бога, как получилось? И он не мог ответить ничего. Потому что такого вопроса патриарху никогда никто не задавал. И тогда он попросил аудиенцию, уйдя оттуда, сказал, хорошо, я отвечу на этот вопрос, но мне надо подготовиться. И, знаете, он никогда не вернулся. Он заболел. Сколько времени пролежал, не знаю, но он так не смог выздороветь. Он умер. Но царь дал распоряжение о том, чтобы отпечатать Евангелие для русского народа. Вы слышали такое, может, когда-то было? И книгоноши понесли это Евангелие по всей территории бывшего Советского Союза, царская Россия. Понесли. И тогда только в нашем братстве было больше миллиона членов церкви, потому что Слово Божие процветало. Слово Божие неслось в народ. Люди жили по Слову Божьему. И был крик, Господи Божий, пощади. Читаю дальше. Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот Господь Бог произвел для суда огонь. И он поражал великую пучину. Пожрал и часть земли. И сказал я, Господи Божий, останови, как устоит Иаков. Он очень мал. Вы знаете, когда я посмотрел, какой огонь разразился, а вот такого Амоса нету, крика нету. Знаете, сегодня одна из больших проблем, вернее, две больших проблемы, которые сегодня нету. Первая проблема – это то, что не читают Слово Божие. Второе – скажу вам, не молятся. Они молятся еще со времен Христа. Когда Христос пришел в дом свой, что получилось? Там были продающие и покупающие, миновщики денег, кто только не был. И он сказал, сей дом наречется домом молитвы, а мы его сделали вертепом разбойников. Я не знаю, что-то изменилось или нет, но и молиться сегодня мало молятся. Я так благодарю Бога, что третий молодежный конгресс, который будет в 19-м году в апреле месяце, он называется «Много молитвы, много силы». Вы знаете, я так хочу вместе с народом Божьим молиться больше о пробуждении этой страны, о том, чтобы в этой стране тоже был мир, чтобы эта война, уничтожение наших детей прекратилась, нас самих. Вы посмотрите, какие мы стали тоже толерантны во многих вопросах. То есть безразличны ко многому. У многих уже сердце стало каменное. Вы знаете, что сердце становится каменным. Оно такое становится жестокое. Сегодня такое чувство, что жестокости столько много. Просто ужас. Поэтому мне так хотелось бы кричать «Господи Боже, останови!» Я в этом году, в прошлом теперь уже, был на родине, зашел к своему другу, которому мы дружили в детстве. Мы троем были. Трое дружили. Я справа, он уже лежит 5 лет, прикованный к постели. Вот, кстати, кто вспомнит про него, помолитесь, он не верующий. Но я ему сказал, «Ты знаешь, мы будем молиться за тебя. И если что, ты встанешь, ты увидишь силу Божью». Он говорит, «Да я, говорит, ходил и к попам, и тому». Я говорю, «Куда бы ты ни ходил». Но ты послушаешь, почувствуешь силу молитвы. И вот я спрашиваю, «А где же этот третий, который был?» Он говорит, «Так, его нету». Я говорю, «А куда он уехал?» «Не-не, его вообще нету». Он говорит, «Повесился». Я говорю, «Как?» А он говорит, «Вот так, начал его оправдывать, что у него там что-то случилось, а там жена ему попалась плохая, теща попалась плохая, там на работе все плохо. Он закурил, запил, занаркоманил и в конце концов, вот знаешь, не выдержал и повесился. Вы знаете, мне что-то так больно стало на моем сердце. Я так подумал, представил себе, когда он зашел на этот ишафот, когда на свою шею накинул эту удавку и стоял, смотря последние секунды на этот мир, и он не видел выхода отсюда, он ничего не заметил. Мне, знаете, больно, потому что я не рассказал ему о том пути, которым можно выйти из этого. А я знаю путь, братья и сестры. Это путь нашего Господа Иисуса Христа. Может быть, я сегодня настолько увлечен мягкими сидениями и красивой сладкой жизнью около царского, около вот этого царского покоса, то я сегодня стал с жестоким сердцем, что я не возношу молитвы за молодежь, не возношу молитвы за нашу страну, не молюсь за ту страну, в которой идет война. Вы знаете, сердце становится все жестче и жестче. В рамках подготовки к Конгрессу мы приняли решение, что будет два восхождения. В следующем году, в августе месяце, будет два восхождения молитвенных. Молодежь, кто крепче, пойдут в два направления, одно в Денвере, другое в Нью-Хемпшире, будут сделать восхождение. А перед этим, когда приняли решение, мне сказали, а ты должен пойти и проверить, как это. Я раньше даже на пару ступенек подымался. Я помню, как я подымался последний раз здесь, так я аж прям задыхался, потому что мне тяжело было. А это в горы надо было идти на молитвенное общение. Но мы пошли. Когда мне дали 50 паунтов туда-взади, вот повесили на меня, и я как пошел и думаю, боже, когда прошел первые 11 майлов, я просил буквально смерти себе. Господи, назад не дойду, вперед тоже не могу. Я уже так им говорю, знаете, если вдруг я умру, пожалуйста, не несите меня никуда отсюда. Богу лучше похоронить и здесь, потому что я не могу это все. Мы шли и останавливались только тогда, когда молились. И чем ближе, мы в общей сложности прошли 28 майлов, и чем ближе к концу все чаще раздается, то до этого я говорил, давайте остановимся, помолимся за славянскую молодежь. А потом все чаще оттуда звучит, давай остановимся, помолимся. То есть, тогда, значит, мы отдохнем. Вы знаете, и все чаще и чаще, чем ближе к концу, то молитвы стали продолжительней. Я не знаю, может быть, и нам сейчас Господь наложит на нас такую выю, что нам будет тяжело, что мы только под этой выей будем просить, давай остановимся, помолимся. Амос, когда увидел вот этот огонь пожирающий, огонь пожирает, сегодня, наверное, нету той семьи, где нету горя. Как говорят, каждая хата горем на пхата. Сколько сегодня вопиют. Где-то болезни, где-то горе, а где-то скорбь. Я помню, когда мои дети, мой сын стал наркоманом, я не знал, что делать. Я так кричал к Богу, я не знал, ну, Господи, да что же это такое? Я их вроде бы увез оттуда, чтобы они в армию не пошли. А здесь, в этой сытой, прекрасной стране, Он ушел. Ну, знаете, я так благодарю, что сегодня мои дети с Господом. Я знаю, что Бог силен, силен слышать молитвы. Он сделал все чудо, перевернул. Но сегодня, я смотрю, все меньше этих амосов, которые готовы, когда огонь пожирает, вот так, частично, там, там, там. Такие грехи стали появляться, которые вообще не именовались. И когда мы на Братском разбираем некоторые вещи, мне просто жутко. Встали бы наши деды и прадеды, они бы удивились, что мы разбираем. Когда я смотрел, когда я смотрел протоколы Тифлийской церкви, кто давнешней когда-то, когда родилась вот в Тифлийсе церковь, то у них в членском собрании разбирали, можно ли во время воскресения делать спевку или нет. А у нас сегодня разбирают такие вещи, чтобы даже трудно сказать слухи, я их не могу повторить даже. И вот дальше я вам хочу сказать, написано, это еще на этом не окончилось, написано, такое видение открыл мне Господь. Господь стоял на отвесной стене и в руке у Него свинцовый отвес и сказал мне Господь, что ты видишь, Амос? Я ответил, отвес. Господь сказал, вот положу отвес среди народа моего Израиля и не буду более прощать. Братья и сестры, настанет когда-то момент, когда Господь положит отвес Слова Божия ко мне и к тебе, приложит и скажет, больше не буду прощать. Если в первом и втором случае Господь услышал и остановил, то в третьем Он сказал, настанет тот момент, вот он отвес. Как-то мы делали копию музея в нашем офисе библейской миссии, там у нас в Миннесоте. И так получилось, что мы делали такую кумранскую пещеру, у нас там была такая выемка. Я попросил одного плотника, чтобы он пришел, помог сделать, так зашил, там красиво, сделал аккуратненько. И знаете, он пришел, когда он поставил отвес, он говорит, о, Костя, смотри, говорит, что? Я говорю, что такое? Я посмотрю, смотрю отвес, сейчас отвесы лазерные такие, знаете, смотрю, он говорит, смотри, вот, говорит, эта стенка на целый инч вот сюда завалена и сюда, и эта стенка завалена. Надо же, говорит, ходили, и не видно было. Я думаю, братья и сестры, сегодня мимо нас мы ходим мимо друг друга и думаем, не видно было. Но придет время, когда-то Господь, Он положит отвес Слова Божьего каждому из нас. А так не хочется, чтобы на небе о чем сегодня пел хор, о чем сегодня соло, стихотворения были, о чем? О небе. Мне так хочется, чтобы на том небе, там, где не будет слез. Я не знаю, я так люблю эту песню, как-то мы ее распространяли, и я попал на песню одному брату, который умирал от рака. Он приходит мне, когда мы ему подарили диск, и, знаете, он приходит ко мне и говорит на следующий день, говорит, Костя, ты не представляешь, какую радость я испытал, ему поставили срок, он должен скоро умереть, там через месяц или сколько, он так и умер в это время. И я, кстати, был на тот момент, когда он умирал, но он говорит, я включил эту песню, и когда услышал, там не будет больше плача, я, говорит, упал, я рыдал, мне так было хорошо, я пойду туда, где не будет больше плача. Я так хочу, чтобы этого плача, который я сегодня слышу, когда плачут матери, когда плачут бабушки, когда плачут родители, когда плачут дети, мне не хочется слышать этот плач, я так мечтаю, чтобы все были там на небе. Поэтому, братья и сестры, давайте будем молиться о том, чтобы Господь благословил, благословил, привести как можно больше людей, как можно больше, чтобы люди узнали о Боге, когда придет к вам в вашу сторону трак, а мне так хочется, чтобы вы сами сказали, пускай он придет к нам в церковь, и вы идите, зовите всех других людей, говорите. В одном месте, в одном штате, когда был этот Байбл-трак, через него, кстати, уже прошло более 40 тысяч человек. Когда был в штате Мизури, то там подошла одна женщина, стоит и плачет, и рыдает, она увидела, что трак, он в виде большой Библии, такой, знаете, огромной, вот так, торцом, как бы лежащая, а стоит и плачет. Ее спросили, что вы плачете? Она говорит, плачу, говорит, потому, что когда я была маленькая, мне мама всегда говорила, доченька, эта книга поможет тебе в жизни, эта инструкция в жизни. Она сказала, вы думаете, я поверила? Нет, я отвергла мать. И я, говорит, встала вот своей жизни. Я, говорит, на свои годы не выгляжу. Она алкашка, она особо себя, говорит, я профессиональный алкоголик. Я живу, говорит, под мостом. У меня ничего нету, вся жизнь разбитая, потому что я не пошла по инструкции этой жизни. Ей провели экскурсию. Провели, это где-то около часа. Каждую вещь рассказывали. Она не переставала плакать, плакала и плакала. В конце она увидела ящичек, там стоит и спросила, что это за ящичек. Ей сказали, это сокровищница, потому что тракт бесплатный. И если кто-то захочет, он может просто опустить туда какие-то средства, чтобы можно было содержать эту выставку. И она полезла по своим карманам. Бомж, который без определенного места жительства, полезла по карманам, достала все, что у нее было. Она эти деньги достает, знаете, вот это унизительно стоять на перекрестках. Она все положила туда и со слезами сказала, пожалуйста, говорите людям об этой книге, чтобы кто-то не оказался на моем месте. Братья и сестры, мы должны это делать. Господь нас к этому призывал. Он говорит, идите, зовите, зовите злых и добрых. Всех зовите, братья и сестры. Время настало. Вы знаете, время упустим. Посидим мягко, хорошо. Я часто говорю, мама, надо проповедовать. Люди не проповедуют. Она у меня такая мудрая, теща моя. Она говорит, знаешь, я же английского не понимаю. Я так думаю, мама, знаешь, когда что-нибудь у тебя на вэлфере что-нибудь отрежут, понимаешь, ты так нас всех подымешь, ты всех подряд и так скажешь, и так, и как хочешь, и у тебя от английского руки будут болеть, не только у меня. Понимаешь, ты все докажешь, ты сможешь рассказать. Но просто взять, подойти, даже глазами, рассказать, показать на небо и сказать, God love you, или что-нибудь еще. Нам на это не хватает сил, и мы вкусно кушаем, и вкусно живем, как у царского престола. Братья и сестры, я хочу вместе с вами сейчас помолиться, помолиться за нашу страну, помолиться за то, чтобы эта война прекратилась, война, когда наши детей погибнут, гибнут. Я знаю, у вас здесь есть кладбище огромное, сколько молодежи там лежит. Знаете, у нас в прошлом году молодой человек, 20 лет, он умер от передозировки, а я его знал. Знаете, я плачу сегодня, возможно, я не стал ему примером, возможно, я ему не показал то, что действительно это моя жизнь, что здесь есть спасение, здесь инструкция к жизни, она сладкая, вкусная, хорошая, прекрасное Слово Божие. И, возможно, я ему этого не показал, и его нету. И знаете, сколько их сегодня нету? Эта война продолжается. Но знаю только два способа. Слово Божие и молитва, и проповедь Евангелия. Я хочу, чтобы мы вместе с вами помолились за наших молодежь, за наши семьи, за нашу страну, за наш город, чтобы Господь благословил, чтобы Царство Евангелия расширялось и плача, чтобы было как можно меньше на этой планете. Аминь, братья и сестры. Молитесь, у кого есть желание, и я помолюсь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!